Весенний Бековский лес неподалёку от посёлка Сурки. Александр Анашин специально для гостей с Пензы проводит небольшую экскурсию и делится хитростями сбора кленового сока. Например, важно, чтобы трубки, паутиной опоясывающие 30 тысяч деревьев, были расположены не горизонтально, а под углом в один градус. Уклон и вакуум, чтобы было хорошее давление, хороший уклон. Иначе, если сок будет в парамисах оставаться, он начинает киснуть, он начинает бродить, потому что когда на улице плюс 10, плюс 15, если он там сутки, двое, трое стоит, то есть он очень быстро портит. Поведав тонкости сбора сока, управляющий показывает саму кленоварню. В ней в несколько этапов собранная жидкость выпаривается до состояния концентрата. Устройство, без которого не обойтись, огромная печь, которая топится на дровах. За смену их можно сжечь целый грузовик. Она есть около 7 тонн, она ехала из Канады в контейнере. И, собственно, это, наверное, единственная печь для варки кленового сиропа, промышленная на нашем континенте, возможно, даже пока большая. Сезон начался. Об этом говорят 50 тонн уже собранного кленового сока. Такой экологически чистый бизнес – залог трудоустройства нескольких десятков местных жителей. Инвестор Иван Меркулов на этом не хочет останавливаться. Неподалёку уже строится завод по переработке малины. Кроме того, в планах открытие ещё нескольких проектов, объединённых общим названием «СОТА» – сельскохозяйственная, общественная, территориальная агроплатформа. Основой её развития – выращивание натуральных, неподверженных химической обработке овощей. В матрице овощей большая часть – то же самое. Это продукты, которые могут быть с очень высокой добавленностью. То есть понятно, что мы с вами берём спаржу, берём с вами цветную капусту, берём брокколи. Если мы сейчас с вами на рынок российский посмотрим, никто в России это практически не производит. Как это неудивительно. У нас до сих пор не производится даже чеснок. Это проект на развитие села. Это проект на то, чтобы люди оставались на этих территориях и чувствовали себя уверенно, чувствовали себя комфортно. Но вы сами сегодня видели, люди улыбаются, люди думают о будущем. Они говорят о том, что нам нужна школа, что нам нужен садик. И это очень большой позитив. Это то, что нужно нашему региону. На уровне руководства области принято решение подробно изучить появляющуюся в Бековском районе социально-экономическую модель и по возможности использовать её в других муниципальных образованиях. Те из них, что предложат подобные варианты сельскохозяйственной кооперации, получат информационную и финансовую поддержку.